Давайте выясним, какими полезными свойствами обладает ленивая модель вычислений по сравнению с более традиционной энергичной моделью. Рассмотрим некоторые примеры. Перед нами функция add7, которая делает ровно то, что заявлено в ее названии. Она принимает два аргумента. Первый аргумент используется в теле этой функции, выражение стоящее в правой части равенства. И используется он следующим образом. К этому аргументу прибавляется семерка. Второй аргумент этой функции игнорируется, он не используется в теле нашей функции. Таким образом, функция add7 похожа на функцию const, которую мы изучали на прошлых занятиях. Давайте посмотрим, как ведет себя эта функция в рамках ленивой модели и в рамках энергичной модели. В рамках ленивой модели редукция происходит следующим образом. Мы берем и подставляем нашу функцию, выполняем подстановку нашей функции, связывая первый фактический параметр с первым формальным параметром и первый второй фактический параметр с вторым формальным параметром. Таким образом, у нас получается следующая конструкция. Поскольку в теле используется только первый параметр, то второй параметр полностью игнорируется. И у нас выживает только единичка, первый фактический параметр, который замещает формальный параметр x. Таким образом, за один шаг редукции с помощью подстановки у нас наше выражение вычисляется вот в такое вот значение. Дальше вызывается встроенный оператор плюс, и мы получаем ответ. Что же происходит в случае, когда у нас имеется энергичная стратегия? В рамках энергичной стратегии параметры функции сначала приводятся к значению. Таким образом, первое действие, которое происходит, это встроенное сложение, мы получаем пятерку. После этого у нас происходит подстановка функций, и полученная пятерка благополучно игнорируется, как в предыдущем случае. И мы приходим только к той же самой последовательности редукции, которую завершали и наше предыдущее вычисление. Мы видим, что в этой ситуации, в ситуации, когда в рамках функции один из аргументов игнорируется, наша программа работает эффективнее. Конечно, здесь про эффективность говорить смешно, но тем не менее, если бы здесь для вычисления этого параметра функции у нас присутствовало какое-нибудь длинное сложное вычисление, занимающее много времени, то ленивая стратегия отработала гораздо лучше, чем энергичная стратегия. Однако не всегда ленивая стратегия эффективнее энергичнее. Может быть и обратная ситуация. Давайте рассмотрим следующий пример. Перед нами функция dup, duplicate, которая принимает один аргумент, а возвращает пару. Элементами этой пары служат как раз значения передаваемого аргумента. То есть x в нашем выражении в правой части используется не один раз, а два раза. Давайте посмотрим, как вычисление функции dup на каком-то выражении работает в рамках ленивой и энергичной стратегии. В рамках ленивой стратегии вычислений происходит следующее. У нас первое, что происходит, это подстановка нашей функции dup. При этом формальный параметр x в правой части заменяется на фактическое значение этого параметра 2 плюс 3. Вычисления 2 плюс 3 не происходит. После этого мы получаем пару и дальше в этой паре мы выполняем сложение 2 плюс 3. Но поскольку наш аргумент раздвоился, то у нас вычисление 2 плюс 3 должно произойти два раза. Сначала здесь, а потом здесь. Таким образом, в рамках ленивой стратегии у нас имеются четыре шага. Вычисление повторяется. В рамках энергичной стратегии такое вычисление более эффективно. Действительно, поскольку мы сначала вычисляем параметр функции 2 плюс 3 и получаем значение 5. При использовании энергичной стратегии, то у нас программа, получившаяся во втором случае, точнее говоря, не программа, а вычисление этой программы, получается короче. Мы видим, что в этом случае ленивая стратегия проигрывает энергичный. В общем виде эту идею можно сформулировать следующим образом. Если у нас какие-то параметры игнорируются в правой части нашей функции, как в первом случае, то тогда ленивая стратегия имеет преимущество. Если же параметр используется несколько раз, то преимущество имеет энергичная стратегия, а ленивая стратегия вынуждена проводить вычисление этих параметров несколько раз. К нашему счастью, не все так плохо. Придуман некоторый механизм, который позволяет в ситуации, когда у нас в правой части некоторые переменные используются несколько раз, считать ее ровно один раз. Этот механизм уносит название механизм разделения. Делается следующее. Вместо того, чтобы осуществлять чисто синтаксическую подстановку при вызове функции, добавляется дополнительный уровень косвенности. Таким образом, подставляется не выражение 2 плюс 3, а некоторый указатель. Это специальный умный указатель, который указывает на некоторую область памяти, где может храниться вычисление, отложенное вычисление. В Haskell иногда используют термин Sank. А может храниться значение. После этого, когда наступает пора выполнить это вычисление, то вот этот момент, когда у нас уже все вычислено, и нужно складывать 2 плюс 3. Вычисление по этому указателю выполняется, и в рамках этого этот указатель теперь уже указывает на значение, а не на незавершенное отложенное вычисление. После этого, когда здесь мы опять обращаемся к этому значению, к P, мы обнаруживаем, что по этому указателю, по тому адресу, куда указывает соответствующий указатель, у нас уже лежит вычисленное значение. Таким образом, хотя здесь у нас имеется отложенное вычисление, выполняется оно всего один раз. Правда, такой механизм разделения лишает нас некоторой приятной возможности отслеживать вычисление последовательно с помощью простого механизма подстановки. То есть, если раньше мы могли рассматривать наше выражение как дерево, то теперь наше выражение становится более сложным объектом. Выражение представляет собой, в процессе вычисления представляет собой граф, и процесс редукции, процесс вычисления, это процесс некоторых сокращений этого графа до тех пор, пока в этом графе не остается редексов.